В основном украинские девушки едут за границу под легендой, которую подготовили рекрутеры, вербовщики. Под легендой, что приезжайте, у нас тут хорошо платят, вы будете работать барменами, официантами, мойщиками посуд. Но ситуация кардинально сменивается, когда они пересекают границу и у них отбирают паспорта. Хочу определить особую увагу к вопросу, как же все-таки эти рекрутеры выходят на этих девушек. Тут есть другая сторона этого вопроса. Банковские служащие продают за деньги списки тех людей, которые очутились в барговой яме, как у нас на территории Украины выражается. Девушки, криминалитет ставит четкие вымоги к тому, какой контингент им нужен. Например, задается опция, нужна девушка от 18 до 30 максимум лет, у которой есть финансовый борг, банковский борг, кредит, большой кредит. Банковский служащий за взятку сдает им такие данные, где проживает, призвищаем имя и по отчеству, номер телефона и сдает даже информацию про его родственников. Рекрутер свертается к девушке, знаючи, что у нее за плечами кредит, говорит им, что я могу тебе помочь. Я тебе забеспечу хорошую зарубительную плотню на территории Польши, Турции, Арабских Эмиратов. Тебе ничего не нужно делать. Мы вкладем в тебя в паспорт, мы вкладем деньги в одежду, ты только соглашайся. Девушки через то, что очень сложная экономическая ситуация, что заработать реально хорошо на территории Украины негде, погоджаются, соглашаются и идут на эти легенды. В результате, опиняючись в такой ситуации, которая называется примушивание до проституции.